У Томинского ГОКа довольно противоречивая история. В свое время стройка предприятия вызвала на Южном Урале массу недовольства. Несмотря на то, что уже несколько лет комбинат в списке крупнейших налогоплательщиков в областной бюджет, информации о производстве было совсем немного. Но в шестой день рождения ГОКа журналистов все же пустили на производство, все показали и рассказали. Подробности прямо сейчас. Все начинается в карьере. Десятки белазов без остановки курсируют внутри гигантской чаши. Удивительно, но это все, чтобы из одного килограмма породы получить всего от полутора до четырех граммов меди. В местной руде не увидеть даже фирменного блеска медного колчедана. На нашем объекте мы его не увидим практически. То есть это невидимый глазу минерал. Меньше двух процентов это халькоперид и периды. Остальные 98,5 процентов это полевые спаты и кварциты. Горные инженеры гордятся своим детищем. Взрывные работы проходят практически без шума и пыли. Точность и безопасность контролируют сейсмодатчики по периметру. Чтобы белазы и экскаваторы не поднимали столбы пыли, внутри карьер поливают водой. А для экономии жидкости все собирают в специальный пруд. Есть даже ливневка вдоль отвалов и бортов. Очень интересный момент то, что вода перекачивается на очистные сооружения. Из очистных сооружений она перекачивается в гидротехническое сооружение. То есть это тоже как раз наша задача была собрать всю воду, которая с поверхности и которая из-под земли, на эти очистные сооружения. Гидросистема ГОКа это пять очистных, пруд площадью 4 квадратных километров, ну и система водооборота с коркинским разрезом. В бывшую угольную выработку в виде закладочного материала уходит отработанная порода. А обратно из разреза поднимается вода. Сама обогатительная фабрика тоже поражает сложностью и технологичностью. Руда перемалывается до тончайшей пыли, а потом минералы, содержащие медь, отправляются в чины флотации. А затем на линию прессовки медного концентрата. Было принято решение применить наиболее современные технологии уже самого обогащения, наиболее современное на тот момент оборудование, поскольку низкое содержание полезного компонента влечет за собой пропорциональный рост производительности фабрики годовой по исходной руде. На комбинате применили множество интересных технологий. Прямые приводы для мельниц, когда гигантский барабан по сути это часть двигателя. Новые методы флотации, сбора минералов, содержащих медь. Но руководство ГОКа отмечает еще одну важную особенность – систему непрерывного экологического мониторинга. Для мониторинга и контроля атмосферного воздуха, поверхностных, почвы, подземных, привлекаются специализированные аккредитованные лаборатории. Это Центр лабораторного и технического контроля, или ЦЛАТИ, это ВБУ с подцентром гигиены и эпидемиологии, это Роспотребнадзор лаборатория. Сейчас на территории Томинского ГОКа строится отдельный лабораторный комплекс. Там будут проверять все показатели в режиме онлайн. Самому предприятию предстоит проработать еще не менее 30 лет. Так что инженеры и дальше планируют проводить промышленные и экологические апгрейды на своем производстве.